Я расскажу о том, что такое Box86, какие проблемы возникают, когда нужно собрать, вывести на рынок новую операционную систему. Это в первую очередь проблема совместимости. Ну то есть под новую операционную систему нет обычно ничего. От слова совсем. Нету экосистемы, нету пользователей. И нам надо каким-то образом пользователей в экосистему привлечь. Что нам для этого нужно? Есть разные варианты решения этой проблемы. Есть эмуляторы, но эмуляторы обычно работают медленно. Есть такая штука, как называются двоичные трансляторы. Кто-нибудь слышал о двоичных трансляторах? Поднимите руку. О чем я буду рассказывать? Я буду рассказывать о том, как можно на Варуе запускать приложения, которые были собраны под другие архитектуры. Другие архитектуры это x86, ARM и так далее. Какие инструменты для этого нужны и зачем это надо? Инструмент для этого нужен двоичный транслятор. И зачем это нужно? Ну естественно, то, о чем я говорил, это возможность запускать приложения с других платформ. То есть у нас нет продуктов, которые были бы написаны. И у нас есть возможность использовать уже написанные продукты, которые были сделаны вообще для других платформ и для других решений. Как возникла идея? В общем, я расскажу вкрасно, как я попал во Варуе разработку. Мне заинтересовала общая операционная система Варуе. В плане я мобильный разработчик, и я разрабатываю под iOS. Но в связи с тем, что iOS-разработчику в России становится жить все сложнее и сложнее, и я задумывался о том, что сменить, попробовать другую платформу. Android это как бы скучно. Ну в принципе, не то чтобы прям очень скучно, но в плане идеологии все-таки Аврора выглядит ближе к iOS, чем вот поэтому мне стало интересно. И в комьюнити прошла новость от нашей желтой прессы, что Аврора это новый Steam Deck. И мне сначала стало очень смешно, а потом я задумывался, а почему бы и нет? И начал думать о том, как можно решить эту задачу. Дело в том, что я весь прошлый год занимался тем, что игрался с одноплатниками типа Raspberry. Есть более дешевый китайский вариант, называется Orange P. И там есть всякие возможности. Там стоит чистый Linux, Debian, и всякие энтузиасты собирают всякие штуки под него. И на одном из форумов я нашел, что ребята запустили Half-Life без бинарной пересборки на одноплатники. А затем запустили полноценный Steam. То есть, да, по мощности это не очень производительное решение, потому что рок-чип, те версии рок-чипа, которые есть, они не супер мощные, но в Half-Life 2, в Doom 3 вы поиграть сможете. Также буквально месяц назад была новость. Это Box64 под Android собрали и смогли запустить киберпанк в пяти фпсах. Это как раз ответ на последний вопрос, который был. Можно ли запустить кризис? Да, в перспективе можно. Но для этого я расскажу, что надо сделать будет. Первое, что нужно для того, чтобы это сделать? Ну, легкое помешательство. Потому что, в общем, задача выглядит очень амбициозно. Даже для тех, кто не погружался в детали, задача выглядит сложной. Для того, чтобы, допустим, запустить игру на Венде, нам надо собрать Box86. Box86 – это двоичный транслятор, который позволяет нам команды ARM переводить в команды процессора x86. Ну, точнее, наоборот, x86 переводить в команды ARM и запускать. Собрать вайн. Собрать вайн – это вообще отдельная история для людей, храбрых духом и сильных махтелом. Потому что сборка вайна обычно очень сложный процесс и с ней не всегда справляются даже… Ну, даже не с босса сборкой вайна, а именно с тем, чтобы отладить. Не всегда хорошо справляются даже крупные компании. Знаете, что такое протон? В общем, это фактически форк вайна и то, что использует корпорация Valve. И он, хоть они над ним и работают уже много лет, все равно он не идеален. И из этого исходит, что для того, чтобы решить эту задачу, фактически надо решить очень много прикладных задач, которые будут идти поэтапно. И, естественно, часть из них будет решаться большими серьезными кострелями. И да, и отдельная история, которая доставляет боль на Вроре. На Врору не хватает библиотек и зависимостей, которые надо собирать самому ручную. То есть те стандартные вещи, которые обычно ты в Ubuntu берешь, говоришь, apt-get и дай тебе библиотеку. Тебе надо искать ее исходники в open source и собирать. И это бывает так, что не всегда возможно и не всегда хорошо получается, потому что есть конфликты версий и все остальные сложные истории. Я все-таки более детально погружусь в Box 86. Box 86 – это двоичный транслятор. Все знают, что такое розета вторая? Ну, M1, M1, вот это все. Маки. Ладно. Я не в ту аудиторию зашел, по-моему. В общем, дело в том, что корпорация Apple перевела свою архитектуру процессора с x86 на свою версию Arma. И у них… Я буду много раз возвращаться к розете, потому что это яркий пример тому, как обеспечить совместимость софта при переходе с одной архитектуры на другую. И у них это получилось довольно неплохо. У них получился практически бесшовный переход. И то есть ты фактически… Те приложения, которые у тебя были написаны под старый Mac, x86, ты можешь запускать на своем M1, и у тебя с этим проблем будет… Ну, практически не будет. Там есть нюансы, но я вот лично, когда с ним работал, у меня проблем не было. То есть весь прикладной софт, как пользователь у меня ненаписанный под новый процессор, он работал. Да, и здесь вы видите box 86 и box 64. В чем разница? Дело в том, что у нас есть 32-разрядные процессоры и 64-разрядные процессоры. И в плане Aurora это очень важно, потому что у нас текущая актуальная система, она собрана по 32 разряда. И это значит… Это говорит о том, что нам нужен box 86. У нас фактически две версии этой библиотеки, которые поддерживают 32 и 64 разряда. Какие двоичные трансляторы представлены на рынке? У нас все знают QM. Это вот один из самых известных двоичных трансляторов. Он всем хорош, но он очень медленный. То есть если вы хоть раз разрабатывали под Adroid и запускали эмулятор, вы знаете, что такое QM, насколько он медленный. Dinarag – это тоже один из известных трансляторов. Он используется в эмуляторах консолей. Такие как Dolphin. Если вы играли в игрушки, которые для консолей на мобильном телефоне, вы, наверное, с ним сталкивались. Exogear – это двоичный транслятор от Huawei, который, которым пользуются… И розетта вторая я не рассказывал. Ну, Box 86, Box 64, RTC, LBruce. Это вот есть еще всякие другие, но они мало представлены. Интересный факт, что фактически три, скорее всего, три из этих известных трансляторов писали практически одни и те же люди, которые меняли компанию. И розетту вторую, если известно, что писали тоже наши русские ребята, которые работали на LBruce. Ну, у нас очень хорошая школа в плане разработки, в плане творчественных трансляторов. У нас фактически это довольно узкий рынок и довольно узкая экспертиза. Ограниченное число людей умеют вот в это направление. Погружусь детальнее, как работает обычный транслятор. У нас есть команда процессора, которая представлена. Есть, во-первых, несколько видов обычных трансляторов. Есть динамические. То есть фактически это он работает как в полете. У нас есть команда, он ее увидит и сразу в полете транслирует в ту команду, которая она есть. Есть гибридные. Гибридные у нас фактически часть команд, которые часто используются, они кэшируются. Есть статические. То есть фактически он переводит с одних команд на другие и мы запускаем. Естественно, они и различаются по скорости. Самые медленные – это динамические, а самые быстрые – это статические. Дальше же нам, наверное, интересно, как быстро это все работает. Если вкратце, то блок розеток довольно производительная. На бенчмарках она показывает 74%. Но я хотел сначала сравнить со всеми. Их все вместе. Но дело в том, что условия были неравные. То есть их вместе никогда не тестировали. Я не нашел статьи, где их бы тестировали все, например, на одинаковом железе. То есть это было бы нечестно. Более-менее адекватную оценку я нашел в сравнении розеток 2 и бокс 86. В общем, и получается, что розетка 74%, бокс 86 – 50. 57%. Фразета вообще одна из самых производительных в плане двоичной трансляции. Мощнее только ExoGear и Huawei SK. И вот самое интересное у нас будет. Мы попробуем написать простенький код. Если бы мы сами захотели написать свою двоичную трансляцию, сразу говорю, что примитивную двоичную трансляцию писать не сильно сложно. Самая сложная задача – это сделать так, чтобы это все работало быстро. Естественно, это будет короче писаться на языке C. У нас будет структурой описана инструкция NARMI с регистрами и для RISC-5. У нас, допустим, код операции, он транслируется в код операции на RISC-5. Поэтому, естественно, это все потом выглядит в двоичном виде. Да, и у нас получается простейший двоичный конвертер. Это примерно на одной операции. Это на одной операции конвертера. И мы проверяем, как это уборится. Это даже можно попробовать дома взять на простом C. Ну, на простом C на любой системе. Просто написать и попробовать ради интереса, как это работает. Да, вот пойдем к самому интересному. Это сборка Box86 по-другому. С какими проблемами вы столкнетесь? Часть проблем, с которыми вы столкнетесь, я упоминал, это, во-первых, то, что вам не будет хватать библиотек для сборки. То есть просто GitClone и собрать – это у вас так сразу не получится. Первое, с чего вам надо будет начать, это надо будет зайти на сайт АВРО и скачать СДК, поставить все настроить. Затем мы заходим на GitHub, смотрим Box86. Там есть инструкция по сборке. В инструкции по сборке указаны архитектуры, под которые собирается Box86. То есть у нас архитектура, под которую собирается, это ARMv7-HL. Он обычно пишется как раз, его в СДК видно, вы можете сразу увидеть, что это вот такая архитектура. Мы делаем GitClone и пытаемся собрать под архитектуру нашу ARMv7. Она явно там не указана. Но если по ковыряться в конфиграх, можно найти один из вариантов сборки. Он называется Odroid. И мы выбираем. У нас выскочит ошибка, что нам не хватает пару библиотек. Часть библиотек, которой не хватает, у нас есть в репозитории АВРО, которые по документации можно увидеть. И мы загружаем эти пакеты. Но там бывают проблемы с версиями. То есть это отдельное приключение. И переходит к самому интересному моменту. Часть пакетов придется собрать ручками самому. Допустим, те пакеты, которые известны для линуксоидов, допустим, тот же VGET, который часто нужен для скриптов, для сборки, потому что они подтягивают ресурсы, их в ВРО нет. Их надо собирать самостоятельно. Так, ну вот так выглядит команда сборки. То есть у нас фактически то, о чем я говорил, мы собираем необходимые зависимости, мы скачиваем, у нас идет CMX с теми параметрами, которыми я писал. Запускаем сборку. Если у вас все правильно получилось, сборка выглядит вот так. Вот в верхней первой строчке видно параметры, которые нужны для того, чтобы запустить сборку. мы собрали бокс 86, у нас вроде бы все успешно. Как проверить, что у нас все работает? У бокс 86 внутри есть тесты, которые позволяют проверить, какие инструкции процессора x86 у нас запускаются. Мы запускаем и увидим, что у нас проходят все тесты, два теста внизу не прошло. Это нормально, это две специфические инструкции, которые, в общем-то, нам особо не нужны. Что в итоге? Какие следующие шаги? Вначале я говорю, что нам для того, чтобы играть в игры под Intel, надо решить много задач. Вот мы решили всего лишь одну задачу. Мы собрали дворечный транслятор. Нам для того, чтобы пройти далее, надо собрать Vine, упаковать все это вместе, написать кучу скриптов для загрузки и установки специфических виндовых библиотек для запуска игр. То есть это большая комплексная задача. И, скорее всего, даже если мы все это сделаем, у нас к концу оно будет не сильно оптимально. Это все дело надо будет оптимизировать. Подводим итоги. В общем, исследовали возможность запуска приложения под x86, под Avroro, и у нас есть на это ответ. В принципе, это возможно. Да, в процессе надо будет решить много задач наполнительных, но это решаемо. Какой вывод? Короче, если, как в России водится, если невозможно, но очень хочется, то, скорее всего, возможно. комьюнити силы, спасибо большое ребятам, которые отвечали на вопросы. Вообще, очень поддерживающие комьюнити. Если бы они не, я бы, наверное, короче, плюнул. Потому что часть вопросов были очень сложные в процессе решения. Да, ну еще один вывод, что импортозамещение возможно. То есть, на самом деле, это вопросы не только про игрушки. То есть, фактически, теоретически, если эту задачу решить, можно будет запускать какие-нибудь старые виндовые кат-системы, которые, допустим, где-нибудь используются на планшете. На планшете в… Ну, то есть, вот так вот. То есть, это проблема гораздо шире, чем кажется. Ну, Linux не страшно, но иногда больно. В общем, спасибо за внимание. На слайде статьи сравнения бенчмарков, которые можно посмотреть, и сама ссылка на Box86. Спасибо большое. Да, спасибо большое Артему. Попробуем. Ну, и, соответственно, есть ли какие-то вопросы. Спасибо за доклад. В общем, я сидел, слушал, что это все очень сложный процесс, но при этом до этого были доклады, где игры просто портировали. И вот сейчас вы в конце сказали, что нет кат-систем, а не проще ли нам будет портировать, например, кат-систему, чем разбираться сейчас с Вайном? То есть, насколько все это вообще имеет смысл? Для того, чтобы портировать кат-систему, тебе нужны исходники. Тебе, допустим, тот же Adobe, ну, Photoshop, допустим, ну, это просто я, как пример, тебе никто не даст исходники, и никто не захочет собирать под Аврору свои продукты. Ну, то есть, это даже вопрос, скорее всего, будет идеологический. И да, это нужно, потому что часть решений, которые мы не успеваем импортозаместить, допустим, у нас просто мы физически не успеем это сделать, но нам эти решения нужны. Это будет как переходной период. На переходной период это пригодится. Поэтому я считаю, что это важная задача. Спасибо за ответ. Я, может быть, немножко к предыдущему вопросу подскажу, что, наверное, для того, чтобы портировать что-либо на Аврору, нужно сначала подтвердить интерес. И вот это вот отличный способ свое решение запустить на Авроре, подтвердить интерес пользователей, и потом уже заниматься портированием Аврора. У меня в связи с этим вопрос. Не считаешь ли ты возможным и необходимым опубликовать боксы 86 в принципе, как транслятор, собранный для Авроры для того, чтобы можно было вот эту часть пути не проходить, например, а уже идти дальше с Вайном или с запуском каких-то других программ, например, Linux для 86, ну, к примеру? Я очень хочу это сделать просто вопрос к тому, что я хочу выкатить готовое решение, которое будет работать. И я хотел бы это сделать уже в связке с Вайном. То есть я это, придет время, я это обязательно публикую. Спасибо. 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 Спасибо.